Привет друзья! Картофельные зразы можно делать с разными начинками. Сегодня я предлагаю сделать зразы с грибами. Основная проблема, с которой сталкиваются многие хозяйки, зразы трескаются и разваливаются при жарке. Мой главный секрет идеальных зраз. Картошку нужно варить в мундире и только потом из нее делать пюре. Пока картофель в мундире еще горячий, овощи нужно очистить и приготовить из них картофельное пюре. Картофельное пюре солю по вкусу, добавляю черный молотый перец, добавляю муку, яйцо и хорошо перемешиваю картофельную массу. Лук, нарезанный кубиками вместе с грибами, обжариваю на сковородке с растительным маслом. Лук перемешиваю с грибами и обжариваю до легкой румяности. И теперь солю начинку для зраз. Из картофельной массы формирую лепешку. На середину выкладываю 2 чайные ложки начинки. Сверху выкладываю слой картофеля и придаю зразе овальную форму. Из-за небольшого количества муки тесто получается липкое. И сначала зразы формировались у меня сложно, но затем я начала делать все мокрыми руками и картофельная масса уже не прилипала к рукам. Картофельную зразу со всех сторон обваливаю в сухарях, а затем в яичной смеси. Зразы выкладываю на горячую сковородку и обжариваю с добавлением небольшого количества растительного масла на небольшом огне. Зразы обжариваю с двух сторон по 2-3 минуты до золотистого цвета. Румяные, нежные, сочные зразы подавайте в горячем виде. В восторге от них будет вся семья. Также они будут хорошим дополнением к праздничному столу. Такие зразы к столу я обычно подаю со сметано-чесночным соусом. Сегодня я предлагаю рецепт салата, в составе которого есть невероятное количество витаминов. Ведь кроме цветной капусты среди ингредиентов есть морковь, болгарский перец и зелень. Цветную капусту я тщательно промыла и теперь выкладываю ее в кипящую подсоленную воду. Буду варить капусту на среднем огне 5-7 минут после закипания. Чем дольше она будет вариться, тем мягче будет становиться. Теперь цветную капусту необходимо охладить. Я не советую варить капусту больше 7 минут, потому что она станет очень мягкой и будет разваливаться. Болгарский перец буду нарезать небольшими кубиками. Для салата мне еще потребуется натертая на терке морковь. Охлажденную цветную капусту разрезаю на аккуратные небольшие соцветия и выкладываю в глубокую миску. К капусте добавляю нарезанный болгарский перец. Теперь добавляю натертую морковь и зелень. Все ингредиенты тщательно перемешиваю. Теперь хорошо солю салат. Можете добавить специи, которые вы любите. Добавляю лимонный сок. Заправляю салат оливковым маслом. Вы можете использовать любое другое масло, которое любите. Из нежных соцветий отварной капусты, кусочков перца и натертой моркови получается отменный салат. Он идеально подойдет к любым мясным блюдам и гарнирам. Это отличный салат на праздничный стол и на каждый день. К тому же мужа приготовить такой салат очень просто, ведь он содержит минимальное количество ингредиентов. А время приготовления не займет у вас больше, чем 20-30 минут.